Всем привет! Вы на канале Марина и цветочные друзья. И мы с вами продолжаем путешествие по выставке комнатных растений, которая проводится в Новороссийске в торговом центре Бон Пассаж. Работает она два дня. Вчера был первый день, 20 мая. Сегодня 21 мая, второй рабочий день с 10 утра до глубокого вечера. Здесь цветоводы ждут посетителей, покупателей и готовы показать свои цветочки, рассказать о них. Ну и с удовольствием поделиться всеми богатствами, которые есть на торговом месте. У Любы это сделать, посмотрите, легко выбрать цветочек, потому что огромные плантации цветочные с интересными растениями. Ярко-зеленый цветок. Вот часто мне говорят мои зрители, что смотрю цветочек, думаю, что же это такое. 250. Что же это такое? И ты проходишь дальше, не называешь растений и все, теряемся в догадках. Вот хоть прямо звони, люби и узнавай. Это у нас Тунбергия. 350 рублей она стоит в таким ярким листикам и не менее ярким и красивым цветочкам. Такой сиреневый граммофончик. Монстера минима 500 рублей растущая детка. Это у нас центральные листики, а дальше за ним прячется растущая уже детка. Диффенбахия это Марс, скорее всего, 500 рублей. Вот такой большой кустик стоит. Вот вижу. У Сингониума Мотленд появился уже лист, который таким и должен быть по окраске. 350 рублей он стоит. А это конфетти. Конфетти 250, уже объемный кустик. Вот, посмотрите, Шизма Таглотис. 650 рублей. Вот такая небольшая двойная деточка. Классный, классный малыш. Прямо симпатичненький, присимпатичненький. Красота. Рядышком ампельный фикус вот такой. Он сагитатамутабилис. 350 рублей стоит. И вот если рассмотреть на фоне пола, то видно, что по краю листика идут такие темно-зеленые вкрапления. И беленькие разводы по краю листа, опять же. Нарядный, красивый, некапризный сорт. Пересушивать только нельзя, потому что если он засыхает, то насовсем. Вот, не так давно у нас появился Цингониум Ред Ару, 350 рублей. Ну, вот характер у него непростой. Я думаю, что любит он влажность, потому что любят много растений. Растут они в таких специальных помещениях. Поэтому, и судя по внешнему виду, что им все нравится, я думаю, что как раз им подходят такие условия. Дальше начинается поляна бьющихся растений. Тут я вижу традисканции, эсхинантусы и много-много коечек. Вот вчера еще обратила внимание на цветной листик. Карнивелл, а может считается карнавал, не могу сказать. Это 200 рублей. Не знаю, что это такое, хоя или эсхинантус, не написано. Листик похож на то и на другое. Вот это и, по-моему, дисхидия. 300 рублей вот с таким листиком. Даша, а вот это что за растение? Эсхинантус или хоя? Это колумнея. Колумнея. Колумнея это. Вот так вот. А эсхинантус есть вот такой вот. Пестренький. Не буду его вытаскивать. В прошлый раз я покупала у Любы. Ну, не прошлый раз, раньше покупала у Любы. Ужалкорененный есть череночек. По 200 рублей они были. 200, 250, 300 от размера кустика. Это красипетиалата. Называется хоя с таким пестрым-пестрым мраморным листом. Красоточка. Красоточка. А вот это, наверное, вертикальная хоя. Сейчас посмотрим ее название. Да, это локки. То есть она как мультифлора растет вертикальным кустиком и цветет тоже похожими цветочками. Тут много. Самых разных хоечек много. Эскимо. Тут, по-моему, даже супер эскимо. То есть почти белый лист стоит 500 рублей такая хоя. Вот это наша кентиана. Кентиана варигата. 400 рублей. Вот такой растущий кустик. Причем молодой прирост розового цвета. Ну, конечно, тут есть где порезвиться. Посмотрите, какие поляны. Опять же, еще раз хочу сказать, что элементарно посмотреть все цветы мы с вами не сможем. Потому что их огромное количество на каждом рабочем месте. Так что, простите, кому что нравится. Я понимаю, что у всех разные интересы. Но одновременно показать все растения мы не сможем в любом случае. Это карноза. Кинтик. Листик как будто бы вдавлен пальчиками. Так, маленькими пальчиками. Такими вдавленные участки листа. Вот так он смотрится интересно. А вот сейчас покажу листик, у которого красивая сеточка. На листе 200 рублей фитчи. Сейчас еще покажу яркую хою. Параситика, блэк. Блэк какая-то. 350 смотрится. Вот такой глянцевый, глянцевый мраморный лист. Ну и... А вот сейчас еще... А вот это эскимо, кстати. Вот эскимо. Вот такой серебристый листик. Ох, и много красивых. Прямо красивых растений. Вот там у Любы, смотрю, тоже еще один. Еще один эсхинантус тоже пестрый. Потом... Годзилла, стендапсус. Плющи, окалифы. Кобры. Сингониума. Масса интересных растений. Просто глаза разбегаются, если честно. То в голове не укладывается. Сколько нужно трудов, чтобы всех этих малышей выращивать. Ухаживать за ними. Поливать даже. Хорошо, что есть девчонки. Помогают. Любят справиться со всем этим цветочным хозяйством. Вот они, смотрите. Хамеломена. Вот такое декоративно-лиственное растение. С симпатичными зелеными листиками. Я не знаю, у Любы была еще лимонного цвета. Хамеломена. А это такая зелененькая. Вот такая. 300 рублей. Вот такая диффенбахия. С красивой расцветкой листа. Сейчас посмотрим Марбл Эппл. Нет, это Хэппи Лиф. 300 рублей Хэппи Лиф. Ну, они похожи с сортом Марбл Эппл. Хэппи Лиф с течением роста. Все-таки больше белого цвета. А вот у нас Мироу Эскаевка. 500 рублей такой вот филодендрон с огромным резным листом. Ну, красота. На любой вкус, еще раз повторю, можете выбрать себе цветочек и вьющийся, и всякие скрабчатые, полосатые, мраморные, расписные. Любые листочки, но для тех, кто любит цветущее растение, у любого масса красивых фиалок продается. Причем, как в детках, так и во взрослом уже цветущем состоянии. И, кроме того, для фиалок продается уже полностью составленный грунт. Вот, грунт полностью готовый к применению. Вот такой пакет стоит 100 рублей. Помимо этого, грунт универсальный, перлит. И грунт не только для фиалок. Вот я вижу, просто продается агробалк, просто продается грунт для суккулентов, кактусов. То есть, много всего интересного, нужного для нашего цветочного хозяйства, включая разного размера стаканчики и диатомит. Почвоулучшитель называется. И вот здесь можно о нем почитать. Смотрите. Ну, если вам интересно, то я думаю, что вы найдете время найти информацию в интернете и почитать такую же инструкцию в интернете. Вот они, фиалочные детки. От 150 рублей начинаются цены. Вот здесь эта полочка была заставлена в первый день продаж прямо полностью. Сейчас здесь стоят растения, которые остались после первого торгового дня. Это цветущие мини-фиалочки. И посмотрите, какой вот этот сорт красивый. 500 рублей. Вот такие трубочки. Даже не колокольчики. А сейчас это трубочки. Очень необычно смотрятся. Есть пестрые розеточки. Такая фиалочка. 300 рублей всего стоит. Посмотрите. Вот еще такая пестрота красивая. Люба, кстати, у нас представляла фиалки своей коллекции в доме фиалки в Москве. На весеннем слете любителей фиалок. Посмотрите, какая мини-фиалочка. Ну, просто мини-микро, наверное. Люба там занята, поэтому показываю без нее. А вот какой букетик. Это фиалка, у которой, посмотрите, все цветы сверху. А цветы просто махровые, такие розовые. Бомпончики-помпончики. А есть вот такие. 250 рублей стоит фиалочка, которая похожа на дикую фиалочку. Такие фиолетовые цветочки и форма тоже. Вот здесь, конечно, мы не застали с вами. Вот в анонсе я показывала некоторые фиалки. То есть прошла по любимым цветущим, по-моему, тоже. А сейчас практически цветочек уже не осталось. Есть укорененные листики. Это, наверное, новинки. Не могу сказать. Я же фиалками не занимаюсь. Не могу сказать, насколько это новые. Вот, например, изумрудный махаон. Лист в тарфетаблетке, наверное. Олежка. Почитай вам название. Мадина. Радужная бабочка. Мраморная королева. Милая ларочка. Серафима. Изумрудный махаон. Да, махаон. Глициния. Что еще? Золотой мальчик еще. Золотой мальчик. То есть она желтая фиалочка. И вот такая мраморная королева. У нее, посмотрите, какой лист. Лист мраморный, но пестрота не белая, а розовая. Очень красиво. Примулины. Продается листик 150 рублей. Примулины. Есть зеленые, но с интересной розеточкой. Есть вот такие разноцветные. Ну, это гулять по выставке, мне кажется, сплошное удовольствие. То есть не обязательно любить фиалки, допустим, настолько, чтобы купить целую поляну сразу. Но полюбоваться фиалочками. Например, у меня нет фиалок. Но я с удовольствием всегда рассматриваю цветение фиалок, потому что это просто удовольствие. Я читаю название, потому что это отдельное удовольствие. Это всегда очень позитивное, всегда такое сказочное название, интересное. У девочек любиных всегда есть и суккуленты тоже в коллекции, поэтому суккуленты тоже здесь продаются. И кактусы. Вот любина Бегония Криспа. Молоденький листик не настолько кудрявый, как старенький. Вернее, тот, который уже взрослый. У взрослого листа прямо бахромчатый край. Это тоже. Маша, а сколько Криспа стоит? А, 500 рублей. 500 рублей стоит Криспа. У них у них знакенькие, а не кажется, что они не кудрявые. Красавица. Агланема. Вот это, наверное, баттерфляй полторы тысячи. Посмотрите, какая прелесть. Огромный кустик, очень яркий, красивый. Нужно, кстати, у Любы спросить грунт для Агланем, потому что у неё там составы разные. Так, сейчас я поврежу. Так, вот это у нас Макулата Пегги. Макулата Пегги. Это с таким розовым крапом. Бегония стоит она 300 рублей. Мне кажется, у меня даже такой нет. Сейчас в Клюбе вернусь за этой тростниковой бегонии. Должны же быть у меня покупки. Это Даум Холм. Она при разном освещении разного цвета. Может быть фиолетовая, может быть серебристая. Стоит 250 рублей. Недорого. Уже сорт давно существует. Но очень красивый. У меня он остаётся одним из любимых сортов. Это наша шипастая бегония. Это детки тоже любо-регулярно их привозят. Они стоят пока не дешево. Тысяча рублей вот такая стоит. Уже растущая детка со стволиком, с листочками. Тысяча рублей. Декоративно-лиственные бегонии тоже цены самые разные. Есть 200 рублей, есть подороже. Кстати, Генура вон там, я вижу, продаётся. Фиолетовая, обычная. Ну, а у нас осталось ещё несколько цветочных мест. Нет, и мы ещё посмотрим немножко. Сейчас пройдёмся ещё по двум цветочным местам. Это у нас цветы Галины. Галя привезла сегодня гейхеры. Галя, а Гавы. Кстати, я вижу нашу афишу следующую. Оповещение о следующей выставке. 10-11 июня состоится ещё одна выставка. Наверное, уже завершающая. А там кто его знает? Новороссийский. Новороссийский, я имею в виду. Кстати, вы спрашиваете о датах краснодарских выставок. Даты пока на рассмотрении. Поэтому ничего не могу вам сказать. Красивая бегония, кстати, у Гали. Ну, вот листик, он больше серебристый, чем розовый. А молодые листы с большим количеством розовых тонов. У Гали много бальзаминов. Кстати, хорошо их разобрали. Они в таких полутенистых местах двора хорошо растут в открытом грунте. Причём весь сезон бальзамины отлично выглядят, если как раз в открытом грунте и растут. Потому что в горшках они пересыхают, а если пересыхают, у них страдают листья. А вот в открытом грунте, там уже какую-то долю влаги они могут вытащить из недр земли. Поэтому они не так быстро там чувствуют пересушку. И успеваем мы их отреагировать на то, что лист повял, скажем так. Легче их спасти. У Галины много цветущих татусов было. И оранжевых, и красных, и малиновых, и жёлтых. Вот посмотрите, какая жёлтенькая детка красиво зацвела. Прямо лимонный цветочек. Есть такие цветочки молочного цвета. То есть не белый, не жёлтый. А вот тот прямо лимонного цвета. Ах, колючку. Колючку поймала, кактусовую. Так, и тут суккуленты-кактусы продолжаются у Гали. И вот следующее место Валентины, оно... Вот Люда спросила, что это за жёлтый агрегат. Вот такая подставочка интересная. Это отдельно, да? Отдельно продаётся подставка. Прямо такая тренога капитальная. И на неё можно крепить лампу или даже подвесные горшочки. То есть... Люда. То есть мы, получается, всегда присматриваем, а как же нам улучшить наше цветочное место, чтобы больше на нём разместилось, чтобы подсветка поместилась и так далее и тому подобное. И вот нашла Валя такую подставочку. А продаётся здесь олеандры. У Валентины больше 20 сортов олеандров. Вот это Хоста Аминитмен, по-моему, похоже. Красивенькая. Рядышком Брунера. И вот такая медиаваригата. Или мультиваригата, или медиаваригата. То есть очень сильно варигатная Хоста. Когда она малышом, она не очень так просматривается в белый цвет. А вот когда уже взрослая, то красиво, конечно, смотрится. Шапочки цветущих пеларгоний. Кстати, Валя сейчас увлеклась пеларгониями. У неё много уже сортов именно с названием сорта. Стеллеры. Любимые тоже её. Поэтому на этом цветочном месте на следующий год у нас уже будут малыши сортовых пеларгоний. Вот декабристики продаются. Берисклетики. Сен-Сивьерии. 700 рублей. White Snow сорт. Сен-Сивьерии. И есть Аобритяна и Муншайн. Цветочное место Валентины. Вот такая адресена стоит 300 рублей. Ну и вот ещё Биркин. Пелодендрон. Биркин на верхней полочке. Ну а мы с вами прервёмся ненадолго. И потом посмотрим ещё два заключительных цветочных места. Так что встречаемся на том же месте в тот же час.